Проблемы связаны с операцией Российской Федерации в Украине. Все, что я обещал, все, что нужно для России в этот непростой период, что там для России, для нас, для России и Беларуси, мы делаем. Думаю, Сергей Федорович вам подробнейшим образом об этом расскажет. Слушал вашу пресс-конференцию, слышал ваши все заявления накануне. Я абсолютно их поддерживаю, и при любых контактах, которые у нас случаются с Западом и другими, мы говорим о том, что России никогда не было против мира. Пожалуйста, давайте будем договариваться, мы готовы в этом, Сергей Викторович, участвовать. Вы в этом не должны сомневаться. Если что-то надо с нашей стороны, и мы можем сделать, вы хорошо знаете, что мы можем сделать, скажите прямо, мы будем работать вместе, рука об руку, мы не будем тут вилять, крутить чего-то. Сегодня безопасность для нас, не только для России, для нас еще важнее. Вы знаете замыслы наших западных соседей, не только Украины. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет, Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет. Хотя ее активно подталкивают наши западные соседи. Тоже знаете кто. Поэтому приходится выдержать это время. Но то, что мы выдержим, прошедший 22-й год, это показало. Тут мы с вами одинаковой позиции придерживаемся. Словом, есть о чем поговорить, обсудим вопрос. Сергей Викторович, спасибо еще раз, что приехал.